Радио Звезда Радио Звезда Радио Звезда Для пользы армии На боевом поле Просьба его давно была подана Но все ходило по инстанциям Пирогов рвался Всею душою в Крым Но буцефалов Было еще много И они были еще в силе И вот в то время, как в Севастополе Раненые гибли тысячами Первый хирург во всей стране Европейская знаменитость Должен был просить Как милости, чтобы его Послали на театр военных действий Он уже начинал отчаиваться В успехе своей просьбы Но совершенно неожиданно Дело приняло благоприятный Для него оборот Пирогов получил приглашение К великой княгине Елене Павловне Она тотчас объявила ему К великой его радости Что взяла на свою ответственность Разрешить его просьбу Затем она объяснила Знаменитому хирургу Свой замечательный план Организовать женскую помощь Раненым и больным На поле битвы Причем предложила Пирогову Самому избрать Медицинский персонал И взять управление Всем делом на себя К вечеру того же дня Великая княгиня Прислала ему Собственноручную записку С известием, что просьба его Принята Чтобы правильно оценить Всю ту массу добра И благодеяния Которую должен был принести Несчастным севастопольским Страдальцам Проект великой княгини Елены Павловны Нужно знать Что такое умелый Женский уход за больным Об этом может судить Лишь тот Кто знаком с деятельностью Сестер милосердия Не понаслышке Каждый врач Которому приходилось Работать с сестрами милосердия Должен преклониться Перед этим институтом Здесь ярко выступают Все лучшие стороны Женской натуры Сестричка Окружает больного Атмосферой Нежной заботливости Проникнутой Сердечным сочувствием К его горю И страданиям Она умеет Угадывать И предупреждать Желания больного Она терпеливо Выслушивает Его бесконечные жалобы И всегда Находит в своем Женском лексиконе Слово утешения Она умеет Внушить ему Бодрость И заставить Забыть его Беспомощность Таково Благотворное Нравственное влияние Сестры милосердия На вверенного Ее попечением Больного С другой стороны Мягкость движений При манипуляциях Над больным Прирожденная Ловкость движений Чистоплотность Аккуратность И исполнительность Делают Такой женский Уход за больным Идеальным Сестра милосердия Является Благодаря этому Незаменимую Помощницей Для врача В особенности Для хирурга К этому Присоединяются Еще поражающие Каждого наблюдателя Выносливость И неутомимость В работе Сестры милосердия Как выражение Эластичности Женской натуры Женский уход В больницах Тогда уже Существовал И в Европе И у нас Но о том Чтобы женщины Заботились О раненых И больных На самом Театре Военных Действий На перевязочных Пунктах И в полевых Лазаретах Ближайших К полю сражения Никто не помышлял Эта смелая И совершенно Новая мысль Впервые Возникла Во время Крымской Компании У великой Княгини И великой Женщины Елены Павловны Просьбами Елене Павловне Удалось Склонить Императора Николая Павловича К допущению Такого Неслыханного Эксперимента Великая Княгиня Обратилась С воззванием К патриотизму Русских Женщин И собственной Рукой В госпитальной Клинике Пирогова Наложила Повязку На оперированного Чтобы доказать Что подобного Рода помощь Ближнему Не может иметь Ничего Предосудительного На призыв Великой Княгини Откликнулись Русские Женщины И из всех Слоев Общества Явились Желавшие Самоотверженно Принять на себя Высокие И трудные Обязанности Сестер Милосердия Великую Княгиней Была основана Крестовоздвиженская Община Сестер Попечения Ораненных И больных Первым Крестовоздвиженским Сестрам Говорит Пирогов Пришлось Прямо Идти В огонь Страшной Крымской Войны Вести Их В этот Огонь И руководить Их Деятельностью Великая Княгиня И предложила Пирогову Принимая Это Предложение Пирогов Был убежден Что нравственный Контроль Сестер Милосердия Благодаря Женскому Такту Их Чувствительности И независимому От служебных Условий Положению Гораздо Действеннее Не может Влиять На Отвратительное Злоупотребление Госпитальной Администрации Чем Разного Рода Официальные Комиссии А какова Была Эта Администрация В Крымскую Компанию И что Творилось В госпиталях Севастополя В начале Войны Это Нам Достаточно Рисует Одна Маленькая Фраза Сказанная Впоследствии Пироговым Казанскому Профессору Николаю Осиповичу Ковалевскому В то время Когда Вся Россия Щипала Корпию Для Севастополя Говорит Он Корпией Этую Перевязывали Англичане А у нас Была Только Солома Новое Учреждение Вызванное К жизни Великой Княгиней Было Встречено Соответствующими Административными Сферами Не Особенно Сочувственно Люди Старого Закала Предвидели Что Этим Может быть Подорвано Ненасытное Хищничество Госпитальной Администрации Как Единственный Аргумент Против Нового Института Эти Старые Грешники По выражению Пирогова Позволяли Себе делать Различные Двусмысленные Намеки Но Вскоре Самоотверженная Деятельность Сестер Заставила Всех Противников Преклониться Перед ним И Замечательно Говорит Он Что Самые Простые И Необразованные Из них Выделяли Себя Более Всех Своим Самоотвержением И Долготерпением В исполнении Своих Обязанностей Одна Одна Таких Сестер Посещала По собственному Желанию Наши Форты И Была Известна Как Героиня Она Помогала Раненым На Бастионе Под Самым Огнем Неприятельских Пушек Многие Сестры Были Контужены И Ранены Роль Руководителя Молодой Общины Которую Взял На Себе Пирогов Была Не Из Легких Первый Выбор Большей Части Сестер Не Мог Конечно По Тогдашним Обстоятельствам Быть Вполне Удачным Они Были Набраны Преимущественно В Петербурге Притом С Большой Поспешностью Пирогову Приходилось Входить В Различные Женские Дрязги Устранять Столкновения Мирить И Прочие Община Сестер Милосердия Замечает Справедливо Пирогов Почти Можно Сказать Была Симпровизирована Несмотря на эти недостатки Знаменитый хирург В общем С восторгом Отзывается О деятельности Сестер Такой же Отзыв Дает О деятельности Сестер И Киевский Профессор Гюбинет Только Очевидец Говорит он Мог составить Себе Верное Понятие О самоотвержении И героизме Этих Женщин С редким Мужеством Переносили Они не только Тяжкие Труды И лишения Но и Явные Опасности Они выдержали Бомбардирование С геройством Которое Сделало бы Честь Любому Солдату На перевязочных Пунктах И в госпитале Они продолжали Делать перевязки Раненым Не трогаясь С места Несмотря на то Что бомбы То и дело Летали кругом Мих И наносили Присутствующим Тяжелые Раны Наконец В октябре 1854 Года Пирогов С отрядом Врачей Выехал В Крым Вслед за ним Был послан Отряд Сестер Милосердия В составе 28 человек С начальницей Стахович Радиозвезда Мы читаем Главы из книги Юлия Малеса Николай Пирогов Назначение Пирогова В Крыму Состояло По словам Профессора Гюбинетта В том Чтобы устроить Надлежащим образом Хирургическую часть Чтобы сортировать И отделять Разнородные Случаи Ран Чтобы высказать Своё мнение Относительно Важнейших Недостатков И несообразностей В деле Презрения больных И своим авторитетом И неутомимую Деятельностью Поднять И довести его До возможной Степени Совершенства Тут представилось Его дарованием Широкое поле Для введения Новых способов Операций И открылась Для него Возможность Уяснить Значение Многих Явлений При лечении Ран В первой Половине Ноября Пирогов Прибыл В Севастополь Я Никогда Не забуду Рассказывает Он Моего первого Въезда В Севастополь Это было в позднюю осень В ноябре 1854 года Вся дорога От Бахчисарая На протяжении 32 километров Была загромождена Транспортами С ранеными Орудиями И фуражом Дождь Лил Как из ведра Больные И между ними Ампутированные Лежали Подвое И потрое На подводе Стонали И дрожали От сырости И люди И животные Едва Двигались В грязи По колено Падаль Валялась На каждом Шагу Из глубоких Луж Торчали Раздувшиеся Животы Павших Валов И лопались С треском Слышались В то же время И вопли Раненых И карканье Хищных Птиц Целыми Стаями Слетавшихся На добычу И крики Измученных Погонщиков И отдаленный Гул Севастопольских Пушек По неволе Приходилось Задуматься О судьбе Наших Больных Предчувствие Было Неутешительно Оно Избылось Вся масса Раненых Отправлялась Из Севастополя Главным Образом В Симферополь Составляющий Узловой Пункт Всех Дорог От осажденного Города Госпитальных Помещения Симферополя Не хватило На огромное Количество Раненых И последние Были размещены В оставленных Казенных Зданиях И частных Домах Несчастные Наполнявшие Дома Были лишены Почти Всякого Ухода Многие Валялись Без матрацев На грязном Полу Без Всякого Присмотра Воздух Был страшно Испорчен Недоставало Людей Чтобы Хоть Немного Привести Этот Невообразимый Хаос В порядок Для того Чтобы Упорядочить Положение Этих Несчастных И уход За ними Пирогов Оставил Первую Партию Сестер В Симферополе И занял Этих Сестер Госпитальным Уходом Прибыв Севастополь Пирогов Ввиду Наступившего Затишья В осаде Занялся Разборкой Раненых Под Инкерманом Находившихся В севастопольских Госпиталях В числе Около 1500 Человек Здесь Он впервые Стал Применять Свою Гипсовую Повязку Для Поврежденных Конечностей Которые Можно было Надеяться Спасти И Сохранить Не прибегая К компутированию С самого Начала Осады Главный Перевязочный Пункт Был устроен В прекрасном По архитектуре И положению На берегу Залива Доме Севастопольского Дворянского Собрания Просторные Изящно Отделанные Танцзал Буфет И бильярдная Комната Собрания Были превращены В операционные И перевязочные До этой минуты Рассказывает Пирогов Мне Не случалось Почти совсем Быть в столкновении С обер-медиками Но Когда я взял На себя Попечение О главном Перевязочном Пункте И о всех Госпиталях Сейчас же Начались Разные Контры Между мною И администрацией Теперь Никто Не может Себе Представить Всю Отвратительность И тупоумие Тогдашнего Официального Администрировавшего Медицинского Персонала Эти господа Сразу Смекнули Куда Поведет Учрежденный Мной Нравственный Присмотр И контроль Административного Попечения Над руководителями Госпитальных Порядков Дела Эти поручены Были Мной Сестрам Женщинам И моим Собственным Помощником Это Смутило Господ Администраторов И они Стали Громко Роптать На превышение Власти С моей Стороны И только Благодаря Благосклонному Вниманию Генералов Сакина И Васильчикова Я обязан Тем Что Несмотря На все Интриги За сестрами Был удержан Весь Надзор В госпиталях Екатерина Михайловна Бакунина Вела Все дела Присмотра За уходом Больных С таким Тактом Энергией И Совестливостью Что полученный Успех Оказался Блестящим И для всех Здравомыслящих Людей Неоспорим Все что Удерживали И не выдавали И теперь еще Старались Удерживать Но Бакунина Пунктуально Исполняя Мои И других Медиков Предписания Настоятельно Вытребовала Недоданное Неудивительно Что подобное Вмешательство И такая Деятельность Женщин Не могли Быть приятны Господам Командирам И официальным Инспекторам Пирогов Первым Выработал Прекрасную Систему Сортировки Раненых В тех Случаях Когда они Поступали На перевязочный Пункт Сотнями До того На перевязочных Пунктах Господствовал Страшный Беспорядок И хаос Система Пирогова Состояла В том Что прежде всего Раненые Разделялись На четыре Главные Категории Первую Группу Составляли Смертельно Раненые Безнадежные Которые Поручались Священнику И сестрам Милосердия Этим Страдальцам Сестры Старались Доставлять Последний Уход И предсмертные Утешения Во вторую Категорию Входили Раненые Требующие Безотлагательной Помощи Тут же На перевязочном Пункте Третья Категория Обнимала Собой Тех Которые Подлежали Операциям На следующий День Или позднее А пока Следовательно Должны были Быть отправлены В госпиталь Наконец Четвертая Категория Включала В себя Легкораненых Которых Перевязывали И отправляли Обратно В части Благодаря Введению Такой Весьма Простой И разумной Сортировки Рабочие Силы Не разбрасывались И дело Помощи Раненым Шло Быстро И Толково Во второй Половине Февраля Произошла Смена Главнокомандующего Вместо Князя Меньшикова Заступил Князь Горчаков Как только Горчаков Прибыл В Севастополь Пирогов Подал ему Докладную Записку В которой Доказывал Что Мы Теперь Так же Мало Приготовлены Принять И устроить Большое Число Раненых Как И в начале Осады После Инкерманского Сражения И предложил Две главные И по его Убеждению Единственные Меры Для предупреждения Подобного Неустройства Первой мерой Должна была Служить Совершенная Эвакуация Городских Госпиталей Путем Беспрерывной Транспортировки Второй Необходимой Мерой Являлось Устройство Госпитальных Палаток На безопасном Месте На северной Стороне Далее В докладной Записке Пирогов Указывает На то Безотрадное Медицинское Положение Нашей Армии Которое Достигало Геркулесовых Столбов Неустройства Так Например На требования Хины И Хинина Отправленная В Херсон В декабре В декабре В декабре 1854 Года Не было Еще Никакого Ответа В марте 1855 Года В декабре 1854 Года При сильном Морозе И самой Бурной Погоде Перевозили Больных И раненых В татарских Арбах В Симферополь И Перекоп Не покрытых Без шуб Ночуя Под открытым Небом Такие Транспортировки Продолжались От 10 До 12 Дней Между тем Военно-медицинская Администрация Находила Что все идет К лучшему В этом Лучшем Из миров И генерал Штаб Доктор Шрейбер Хотя уже Седой И рябоватый Видел все В розовом Свете Мы читали Главы из книги Юлия Малеса Николай Пирогов Ваши Любимые Книги Каждый день В эфире Радио Звезда И на нашем Канале В Ютуб Подписывайтесь Чтобы слушать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова